Давайте, Инна Мещерякова, вы готовы? Давайте, Инна Мещерякова называется... Ну, вернее, у неё как бы... Мы скажем так, что Инна Мещерякова будет проходить сквозь ветер. Здравствуйте. Пройти сквозь ветер, к не сбывшейся мечте. Промыкший свитер и стал при кролении. Пройти сквозь ветер, на порезанных ногах. Горит, как спакел, как солнце на небесах. Пройти сквозь ветер, смыть дождём свою печаль. Никому не ответить, о ком сейчас тебе жаль. Пройти сквозь ветер, от самого начала к концу. Летит серый пепел, прикасаясь к лицу. Пройти сквозь ветер, никого никогда не боясь. Только от грустных песен осталась на сердце грязь. Остался ветер, который держит тебя. Просто ветер, а может быть твоя беда. Следующий называется «Пропавший без вести». Можно вопрос? Да. Вот следующее стихотворение, которое вы сейчас будете исполнять. Оно с чем связано в вашей биографии? Есть какая-то история? Да, я увидела собаку бездомную. Уже интереснее слушать. Пропавший без вести, покинутый судьбой. Глубокая ненависть, мать без души. Нуждающий в коридорах ветра, пугающий глупого человека. Разодран плащ, колени все в крови. Судьбы палащ, палащ своей любви. Холодный дождь бежит к твоим глазам. Безумный плащ, как каменелым чувством. Скажи же мне, как можно жить мечтой? Признайся мне, как стать подругой с красотой? Как ты живешь, идя куда-то вдаль, ты цель блюдешь и подбираешь в падаль. Куда твой путь, куда ведут мечты? Убершенный друг, учитель красоты. Пропавший без вести, ушедший вслед за мной. Глубокой ненавистью, укутанной мольбой. У меня вопрос, а чему вы хлопали сейчас? Вот чему? Есть ответ. Чему сейчас вы хлопали? Я могу сказать. Ну, давай, иди сюда. У девушки отличное душевное настроение. И она как-то вот пытается отдать энергию, может быть, не совсем получается. Туда, куда надо говорить? Ну, вот я вот туда вот и говорю. Что, что не совсем получается? Отдать энергию в зал, ну, может быть, от волнения. Я про текст, кстати, исполнение более-менее нормально. А я говорю про исполнительницу. Не понравилось? Нет, понравилось. У тебя еще много? По-больше экспрессии. Да. Ну, ты все равно прочтешь. Нет, девушка хорошая. Нет, давай еще один. Ключ болтается на нервах. Нервах жизни и любви. И душа вдруг онемела, если что вдруг позови. И источник из сустава мне устал друг оросил. В странной битве я бывала не за пропасть, а за им. Им впитал мою беспечность. Я упала, словно свет. Свет тот сломен, как конечность. Я скажу всем правдам. Нет. Отличный. Отличный. Молодец. Я один на земле. Я мечтал о вечной жизни, но среди людей. Я бегу по террасе, сбиваю ноги в кровь. Фонари погасли. На земле царит покой. На мокром асфальте мои следы, как штамп. Мы здесь были, но в последний март. Спасибо. Ина Мишелькова. Ина, ну это провокация я просто делаю. Хотите, чтобы у вас Андрей Чиликов что-нибудь вам сказал? Андрей, скажешь, что это? На мой взгляд, много банальных словосочетаний. Они имел их чувства. Это я старое читала. Мне просто хотелось бы сказать. И душа вдруг они имела. Давай новое. Я могу. Давай новое. Довое, подождите. Ну здесь, прямо здесь. Новое. Это было старое. Давай новое. Мы поэты под микроскоп помещаем. Называется «Край света». Когда маленькая была мысль, в край света шла. Там звенящий водопад, нескончаемый закат. И там прямо за углом звезд, речайших водоем. Там где-то на краю земли твердыни нет, значит лети. Но край тот прямо пред тобой, где день закусывает тьмой. Друг друга съемлют по лесам, где ходит по морю коса. Где мы рождаемся на свет, где небе прорезь от комет. Он там, за черной полосой, между мною и тобой. Спасибо. Инна Неченникова. Ну, Андрей, есть разница? Где ходит по морю коса, не лепая стучка. Что говоришь? По-моему, где ходит по морю коса, не лепая стучка. Ну, ты не копейте к фразам. А как же, как же, Володя? Ну, он в целом. Если есть стиль, значит все должно быть выдержанно. А фраза, полоска суши, полоска суши в море. Она называется косой. И чего же она ходит по морю? Нет, что ноги есть. Так мы же в ней. Проходим. Я согласен. Если бы все строчки... Ну, и там, допустим, а что? Может что-то в воображении дом пойти? Какая разница? Хорошо. А у меня другой вопрос. Вот скажи... Нет, блин, на него, на него. Вот ты бы, Инну, пришел бы на нее авторский вечер сольный. Нет, это не так. Почему? Ну, я устал слушать двери-четыре снисором. Хорошо. Хотелось бы, чтобы было не только бодрое исполнение, но и текст какой-то экстравагантный, выдающийся. Он может быть... Там могут быть все строчки, где коса по море ходит, и череп свистит. Но тогда это все должно чем-то как бы обоснованно. Я как читатель и слушатель должен чувствовать, что это... Ну, Андрей, очень специфический зритель. Хорошо. Давайте поаплодируем те, кто придет на какой-нибудь авторский вечер Инны Мещеряковой. Аплодисменты. Он слышит. Такие люди, знаете, присутствуют, и, похоже, что немало. Поэтому... Ну, у нас критики, они все такие. Хорошо. Давайте поехали дальше. Вот.